Остается примерно 3 минуты Вы наверное удивились, что на трибунах стало побольше свободных мест Это временно, это просто люди пытаются так же, как и наверное большая часть нашей аудитории Пытаются подзаправиться перед вот этим решающим броском А то в самом деле здесь такие встряски, что на голодный желудок это просто вредно для организма Стартовый протокол завершающего раунда первого дня соревнований в Планице И вы видите, что открывает его Камил Штох Это значит, что заканчивающий свою спортивную карьеру Гуидо Ландер не попал, несмотря на достойный достаточно прыжок за 180 метров Не попал в финал Почему на нем я заостряю свое внимание? Потому что сейчас это одна из таких довольно-таки конфликтных тем Которая обсуждается не только с точки зрения того, новость это или не новость А еще и с точки зрения того, каков современный спорт высших достижений Насколько он бестравматичен физически и морально понятное дело, что и не то и не другое И насколько вообще можно его выносить И вот, возможно, избегая тех осложнений, которые в результате произошли с сыном Ханвальдом 22-летний Гуидо Ландер, несмотря на свой прогресс, заявляет о том, что этот этап Кубка мира будет для него прощальным Ибо он не находит баланса между своей мотивацией и необходимостью Очень тяжело работать, отказать себя во всем ради текущих результатов Это огромный шок, на самом деле, для крохотной швейцарской команды Что же касается ухода Витхойцеля, то этот уход был давно запланирован Витхойцель не отобрался и через квалификацию тоже, к сожалению Это, в общем, тоже было предсказуемо Но он с оптимизмом смотрит в будущее Да и он вообще известен как неунывающий человек Он будет, скорее всего, тренером высшей квалификации Но эту квалификацию еще нужно подтвердить Так что его процесс обучения все еще продолжается Но у него есть некий такой хитрый брокерский бизнес Который в случае чего, если вдруг тренерская карьера не покатит по тем рельсам, которые он сейчас выкладывает То все равно на обучении жизни он не останется 9,5 ворота, это значит, что на полпозиции повыше И, может быть, это будет как раз тем решающим Той крупицей решающей, которая поможет Грегору Шлиренсауру покорить рекорд мира Все для того, чтобы сделать это, на данный момент у юного австрийца имеется Ну и вы видите, что второй тренер сборной Польши работает сейчас с польскими прыгунами Потому что Хану Лопесто освобожден от своих обязанностей скоропостижнейшим образом Буквально вот пару дней назад И он находится в некоем состоянии Гроги Не то чтобы в полном нокауте, потому что сразу несколько команд пытались заручиться его поддержкой В конце концов, вы вспомните, что итальянскую сборную он очень значительно поднял В то время, когда с ней работал После того, как взял образоправление не очень опытный, как тренер Роберто Чекон Все стало буксовать Так что, конечно, найдет у кого работать, надо полагать, этот возрастной финский специалист Но согласитесь, что так дела не делаются Или, по крайней мере, у большинства, в большинстве стран не делаются Вот Ровайна, например, освобождали в течение добрых трех лет, наверное Только и делали, что освобождали Только и был разговор в Бундеспрессе Что о том, что вот буквально со следующей недели его точно никто не увидит на Капитанском мостике Но он все оставался и оставался И вот только сейчас уже известно, что действительно это прощальная гастроль бундес-тренера Но, опять-таки, он здесь, его никто не выгоняет И дают ему возможность довести сезон до конца Войфель Нойцель Очень здорово начинал этот сезон индивидуально Потом как-то сник, но ничего Следующий сезон, сезон чемпионата мира Там все будет гораздо интереснее Только если снег будет Потому что репетиция чемпионата получилась, надо сказать, ужасающей В Чехии в этом году были огромные проблемы с зимней погодой Сейчас очень от многого, вот в этих условиях, условиях глобального потепления Очень от многого зависит, то состоится ли чемпионат нормальным Или это будет выживание То есть даже вплоть до того, как развернут трамплин Насколько удачно он уложен на гору Насколько хорошо прикрыт от ветра Растительностью, сосенками Ну крайне все-таки попал в финал И это хоть и слабое, но утешение Потому что в принципе такое ощущение было И вроде бы информация поступала Что он в хорошей готовности И что тренировочные прыжки на этом гигантском трамплине у него тоже получаются Но может быть сейчас состоится реванш Как всегда ножницами в разлет лыжи И вот так надо было прыгать в первой попытке Робби Вот теперь, когда вы сами понимаете давление, прессинг Спали с его плеч, потому что он все равно все проиграл И все равно не может быть на подиуме Ответственность ушла и пошли прыжки по самочувствию А самочувствие это хорошее Как многое в этом виде спорта зависит от психологии Совершенно другой уровень, действительно Два десятка метров прибавки Как обидно, что это не получилось у Роберта сразу Пока, кстати говоря, не лыжи, которые производятся здесь рядом, лидируют А лидируют те лыжи, которые делают в Австрии Тоже, в общем-то, недалеко Но все-таки домашние лыжи, несмотря на их большую численную представленность В нынешних прыжках Пока они не могут выйти на первую строчку После первой попытки Еще один представитель Тим Илан Борек Седлак совершил прыжок От которого не ждали какого-то чего-то сверхъестественного Потому что, в принципе, было понятно, что Он такой крепкий середнячок сегодняшних соревнований И то, что попал в финал Это был, безусловно, его максимум По-моему, этот ребеночек поливает Своего папашу чем-то начинкой из этой булки Но Немалейшие реакции Потому что Внимание на 100% устремлено туда, наверх Нельзя просто пропускать Ни единые попытки Это Действительно супер-шоу Каждый из спортсменов показывает максимум того, на что он способен И такое бывает здесь, к сожалению, только один раз в год Отличное отталкивание у Пикля Но кранец остается лидером, я думаю То есть я уверен в том, что это так 185 с половиной Ну, естественно, обученные на этом трамплине многие славянцы Не проваливаются совсем Они входят в тридцатку Другое дело, что О подиуме сегодня никому из них мечтать не придется Примош Пикаль уступает своему Товарищу по команде И продолжает Продвигаться все выше и выше Роберт Кранец И, в принципе, с прыжком за 200 Он, ну, должен быть как минимум в 20-ке, я думаю Многие из тех, которые будут прыгать Под ближайшими 5-6 номерами Скорее всего, ему уступят и ощутимо И это что получается? Что Ровайн скоропостижно Отправился на пенсию Не на пенсию вообще, конечно Отличный прыжок Ноймайера Здорово, здорово, что Технический директор соревнований Австриец Вальтер Хофер Принял решение все-таки Сделать разгон чуть-чуть подлиннее Потому что видно, что назревают Сенсационные результаты И это достаточно программируемо Почему вот в эти сроки Проводятся соревнования Потому что действительно это самое полетное время Почему, допустим По списке чемпионат мира Проводится в апреле В Лезарке И там снег есть всю зиму Но Его скоростные свойства А также ветровые Ветровая обстановка В той котловине Долина, которая начинается С Арка 2000 и Арка 1950 Она расположена как раз так Что в апреле Вот тот сумасшедший северный склон Километр Ланс Он как раз и становится самым быстрым То же самое и здесь С этим планетским трамплином Аккуратней Ну тут уж понятно Что за результат борьбы не было Была борьба за выживание За отсутствие падения А то, что Чой Наиболее классный представитель Сборной Кореи Это мы все давным-давно знаем Если бы не падение В середине карьеры И не болячки Которые его преследовали Наверное, он бы забрался повыше Но он выглядит все-таки Достаточно случайным человеком здесь И Кранец продолжает свое восхождение Ноймайер заставил его понервничать Почти наступил на пятки Но все-таки Чуть менее двух баллов Кранец по сумме выиграл У немца и остается первым Ерный Дамиан Дамиан второй из славянцев Тепеш лучший пока Лучший из славянцев Но 21-й среди всех Дамиан Растерявший свою лучшую форму По ходу сезона Тем не менее Пытается здесь совершить Почти невозможное Да нет Еще один падает Под натиском Роберта Краница И еще один повод Для Краница Подосадовать на то Что он был Видимо слишком раздавлен Рухнувший на него ответственностью И потом Ну нельзя так в самом деле Когда пару месяцев Только и думаешь о старте Здесь у себя дома И когда это все приходит Ну кому-то это может помочь Но он мне кажется Все-таки не из таких Судя по тому Как он смотрит Вообще Судя по Тому внутреннему миру Который отражается На его лице Наоборот Ему нужно больше отвлекаться Больше переключаться И как-то вообще Посвободнее Все воспринимать Но тренерская чехарда Которая сейчас Во главе С славянской сборной Продолжалась И продолжается Она конечно не способствует Психологической стабилизации прыгунов Должен быть человек Который В нужный момент Говорит нужные слова Отличный прыжок И Стенсрууд Видимо Теснит Краница По сумме Двух попыток Да Теперь уже Говорим так Безусловно И еще один норвежец Который наносит Серьезный удар Соперникам Пять человек Норвежцев Пробилось В тридцатку Сильнейших Что Вполне ожидаемо Было Стенсрууд Смотрелся Немножечко Как-то на отлете Ну и здесь Новый промежуточный Лидер С хорошими И заслуженными Самой главной Оценками На этом Лидирование Краница Закончилось Чуть-чуть Он не дотянул До двадцатки Но я думаю Сейчас что И в двадцатке Тоже будет Пару-тройку Человек Которые вылетят В третий десяток Так что У Краницы Есть шанс Финишировать Среди 20 Лучших Но тем временем Ири Тепеш Получил Очень своевременный Сигнал От Мирана Тепеша Хороший прыжок За 190 И вообще Лучшая прыжковая Серия Наверное Все-таки В его карьере Даже Стабильность При нем Ничего сверхъестественного Нет Одной какой-то Выдающейся попытки Не получилось Но полет за 190 Это все-таки Тот самый Гроссмейстерский Норматив Который Включает Его В борьбу За высокие места Да, он безусловно Доволен Потому что Никогда В жизни Так высоко Не добирался Ну и он Здорово Продемонстрировал Себя На Юниорском Чемпионате Мира Вообще Был в тот Период Один из самых Подающих Надежды Не у всех Все Ровно После этого Развивается Вспомните Рока Бенковича Хотя бы Но Ты пишешь Надеяться Что раскроется Десять человек Выступили На бывшей Великанке И лидером Является Сенсрод Очень красивые горы Великолепные Горнолыжные Трассы Которые Тщательно Поддерживаются В рабочем Состоянии В Словении Проходят Состязания По самым Разным Видам Зимних Дисциплин И самое Главное Что Все это Проходит На очень Высоком Уровне То есть Это Этапа Кубка Мира По Биатлону Совсем Недалеко Расположен Блед Поклюка И Озеро Вы как раз Видели Перед тем Как мы Ушли на рекламу Озеро С этим Замком Старинным Очень редко Кстати говоря Когда показывают Нам Биатлон Показывают Этот потрясающий Пейзаж И здорово Здорово Что мы Видим Все это Сегодня Ну а Также Здесь В Словении Проходят Старты Кубка Мира И По Альпийским Дисциплинам По Горнолыжному Спорту И Надеемся Что вы Видели Это В нашей Программе Тоже Совсем Недавно Были Прямые Трансляции Из Крайнской Горы Хаек Какой Великолепный Прыжок Он Сметает Просто Напросто Свой Рекорд Да Если бы Не падение Хаека Его Прогресс Сейчас Завел бы Чешского Спортсмена Очень далеко А так Был Сбой В карьере Но сейчас Кажется Все вырулил На нужную дорожку И он Нащупал Нащупал Как говорится Слабые места Этого трамплина Для того Чтобы его покорить Он подружился С этим столом Отрыва Ну а в воздухе Он вообще Один из самых Стабильных Агрессивных прыгунов 210 с половиной И вы видите Что прирост Сразу 20 метров Прирост личного рекорда Тоже практически Такой же Адам Малыш За которого Приехали родные Здесь болеть Как и за Очень многих Других Австрийцев Поляков Чехов Отличный разгон Лазарони Лучший полетчик Франции Подтверждает Этот статус И летит Тоже за 200 Чуть-чуть Побалансировав Чтобы не рухнуть До линии падения Ну естественно Тут не мудрство Лукаво Запускают Какой-то Какой-то Парижский аккордеон Долго-долго Считает Оценки Третья позиция У Давида Лазарони Он считает Что это не предел Его мечтаний Ну а Хаек Только что Побивший Свой личный рекорд Продолжает Лигировать Мартин Кох Первая попытка Разочаровывающая Он способен Намного-намного Лучше прыгнуть Он и В Оберсдорфе Улетает В район 220 метров А здесь Трамплин Позволяет Больше Какой разгон Опять У высокорослого И мощного Австрийца Или Отличный прыжок В район 210 метров Отметки И еще раз Мы убеждаемся В том Что такие люди Как Крани Скакок Которые Не показали Ничего яркого В первой попытке Сделали это Случайно Так сложилось Поближе Чем Хаек И может быть Пониже будут Оценки Но да Да Приземление Ну потом Он там стал Уже делать Разножку Но Это было Несколько Поздно Правда Придирчив Оказался Только Словенец И сумма У Коха Все равно Стала Лучше Призер Чемпионата Мира По полетам Получает Многие Оценки За статус Дайки Ито Двое Японцев Попали В следующий Круг А Витекс Чемпион Мира По полетам На лыжах Нурьяки Касая Здесь тоже Прыгал Не прошел Квалификацию Вообще Квалификации Отсев Именитых В этот раз Получился Самый большой В сезоне Подтвердил Подтвердил Свой хороший Класс Дайки Ито Хотя Чуть-чуть Его сносило Но Он с этой Проблемой Расправился Достаточно Хладнокровно Но поскольку Очень многие Добавили Ощутимо В следующие Попытки И во второй Попытке Есть результаты И довольно Много За 200 метров То Ито Отступает От завоеванных Первой попытки Позиций Кох Тем временем Рашнуровывается Его соревнования В любом случае Закончены И пьедестал Не достижен Так вот Акиручи Тем временем Практически Гарантированно Идет на свой Лучший результат В карьере На таких Трамплинах Да и толком Он на них И не прыгал Никогда Но японцы Вот все-таки То что Есть техника У японских Спортсменов И несмотря на то Что Наработка на Гигантских Трамплинах Небольшая Все равно Пока они в особенности Молодые Не растрачены То Быстро Адаптируются На столе Отрыва Сейчас Кстати говоря Попутный ветер И возможно Жертвой этого Пал Таки Рыши Ну здесь Вы видите Здесь Где трибуны Ветерок Все-таки Более встречный Но он Здесь гуляет Крутится Потому что Это глубокая Довольно-таки Долина А на столе Отрыва И после Уже Ухода Со стола Отрыва Спортсмен Получает Мощный импульс В спину Что в общем-то Не лучший вариант Потому что Прибивает вниз Пытается с этим Бороться Улетая Куда-то Под небеса Кофлер И вы видите И вы видите Что он Конечно Не ровнее Сейчас Ни Хайку Ни Стэнсруду Ни Краницу Проигрывая Кому Десять И кому И по более метров Но не повезло Никто не станет Тут Кофе винить Момент Его старта Был не лучшим Для Сверхвысокого Достижения Он раздосадован Ну а Моргенская Спутница В любом случае Не раздосадована Потому что Что нужно было Он уже сделал В этом сезоне Сейчас попадет В десятку Будет совсем хорошо Обладатель Кубка мира Моргенштерн Имеет право Прыгать в свое удовольствие Но к сожалению Не дополучает Это удовольствие Когда он не может Бороться за места В тройке сильнейших Опять-таки Еще раз Мы убеждаемся В том Что Моргенштерн На одном самолюбии Может продавить Вторую попытку Но слишком многое Потеряно уже В первой Давным-давно Пора отдыхать Ну и к сожалению Обязательство Перед рекламодателями Перед командой Не позволяет Томасу Моргенштерну Закончить соревнования Досрочно И отправиться С выигранным кубком Набираться сил и здоровья Но местами Временами Видно Что это какое-то мучение Продолжится ли Это бесплодная Для него полоса И в следующем сезоне Я думаю Что все-таки нет Что все-таки Межсезонье Раскроет его С привычной нам стороны Ставшей привычной По крайней мере За последнее время Мель Урман Вот никто не скажет Что он неудачную Первую попытку провел Учитывая Тяжесть его травмы И сложность Процесса восстановления В минувшее Межсезонье Не сумел Продолжить прогресс По турнирной Таблице Он не будет Карабкаться выше Был 13-м После первой Попытки Ури Но сейчас Придется пропускать Людей Коха По крайней мере Хайка Скорее всего Да Так и есть Австриец И чех Идут выше Ури Но Михаил Урман По крайней мере Гарантированно Уже попадает В 15 лучших Что для него Является хорошим Результатом Учитывая Все всякие Но Мартин Шмидт И его семья И группа поддержки Тут не всех Конечно Показывают Шмидт Неплох был В первой Попытке Вроде бы Напомнился Себя прежнего И где-то 190 С небольшим Недостаточно Думается Для того Чтобы Коха Подвинуть И таким образом Кох имеет Все шансы Войти в десятку Сильнейших Ну собственно говоря С середины февраля Кох Один из лучших Кубки мира И он сильно Разочаровал тем Что запорол Первую попытку По своим Возможностям И по своим меркам Безусловно Он выступил провально В первой попытке Кох Ну а Мартин Шмидт В очередной раз Располагается Среди 15 лучших Техника есть Базовая готовность Есть Какого-то Суперкуража Нет К сожалению Симон Аман Команда Опять остается Вдвоем Гуидоландер 22 года Принимает решение Повесить лыжи На гвоздь Бывший Двоеборец Сумевший добиться Даже мест в шестерке Сильнейший Вдруг потерял Мотивацию Надо же Ну и что ж Хотя Аману Никто не топчет Пятки И никто Не создает Напряженные Ситуации В процессе Отбора В эту Миниатюрную Сборную Амана Не нужно Пугать Аман Сам соберется Аман Сам сделает Хороший прыжок Но это человек В принципе Чемпионатов Конечно И ожидается Что очередной Взлет у него Будет на Олимпиаде 2010 года Возраст ему Вполне это Позволит Он тоже Вы видите Отступает Со своей Завоеванной Позиции Кох Забирается Все выше И выше Тем временем Выглядывает Солныш Но такое впечатление Что этот кадр Был все-таки Сделан Несколько ранее Потому что Здесь-то тень Должна падать Сейчас на Гору приземления Результаты К этому моменту Кох И Хаек Совершили Один Впечатляющий Рейд Второй Сотворил Большую Сенсацию По-прежнему Продолжает Двигаться В первый Десяток И сейчас Десять Сильнейших Начнут соревноваться На ваших глазах Ну а пока Полюбуйтесь Окрестностями Планицы И убедитесь В том Ну Бахинь Кстати говоря Очень многим Известен И тем Кто совсем Не интересуется Никаким видом Спорта Потому что Это Отличный Курортный Регион Великолепное Озеро Здесь Есть Множество Замечательных Мест Которые Стоит посетить И зимой И летом Поэтому То что зима Заканчивается И то что Вы скорее всего Не успеете Застать Снежок Ничего страшного На следующую зиму Запланируете себе Что-нибудь Или там Через зиму А в ближайшее лето Стоит приехать Сюда Ну и конечно С каким-нибудь Спортивным Эминитарем Потому что Ну это просто Преступление Такую великолепную Природу Обживать Только с помощью Такой бензинового Транспорта Александр Рекордсмен Мира В полете И он Подтверждает Что тот рекорд Был отнюдь Не случайным Достижением Адам Малыш Добивается Отличной суммы 204 с половиной У него сейчас И Малыш Должен быть Лидером Наконец-то Коха потеснили Но я думаю Что он морально Был к этому Подготовлен Потому что Адам Малыш Выигравший В карьере Практически Все что существует В прыжках И тем не менее В отличии От 22-летнего Ландера Не потерявший Свою мотивацию Перетерпевший Очень долгий Период Четыре года Он был совсем Не похож на себя Но тем не менее Продолжал бороться И за это Ему навеки Спасибо От польской аудитории Которая Не жалеет Затрат Временных И финансовых И отправляется За ним хоть На край света Анди Кютель Лучший из швейцарцев По итогам Первой попытки Разгон неплохой Достаточно мягкий Уход со стола Отрыва Приземление Отличное За 200 метров Кютель Крепкий Десяточник И подтверждает Опять Вот этот Свой статус Но для того Чтобы здесь Подниматься На подиум Нужно улетать Хорошо За 210 Такого разгона По крайней мере Адам Малыш Рыбнуть просто Напросто Не может Это Конечно Не совсем Ко времени Тем временем Янне Хапанен Один из лучших прыгунов Последней прыжковой серии На классических этапах И сохраняет И сохраняет форму Янне В общем и целом Конечно Второй номер Сейчас команды То что Хаут Амяки Сегодня чуть повыше Его После первой попытки Это Взлет Хаут Амяки Вице рекордсмена Мира И Рекордсмена Мира Собственно говоря И кроме того Все таки Действительно Полетчика Божьей милостью Ну а в целом Стабильность результатов Хапанена На порядок Лучше чем у Хаут Амяки Да ну вас Не постоишь Даже и башмаки Не успеваешь сменить Говорит Малыш И Приветствует Теперь финского Молодого спортсмена Здесь ему На позиции Промежуточного лидерства Красоваться на фоне Спонсорских логотипов Масса 10 очков До подиума Не лучший ветер Ловит он Это было видно Даже такое ощущение Что и безветрия было Что он попал в штиль 200 с половиной Не предел мечтания Остался в десятке Но и мечтать о подиуме Не приходится Если только завтра Или послезавтра Техника у Хаут Амяки Конечно просто идеальная На любом трамплине Как бы Не короткие были Его прыжки Но сейчас Они безусловно Не короткие Но даже когда он прыгал Совсем куца В течение этого сезона Все равно Исполнение прыжка Было хорошее Ну а надо полагать Используется 216 метров Да это запросто Показывает он Своим жестом Но вот если бы Прыгнул на 240 Вот тогда бы Это был трудовой прыжок А так На таком трамплине Доехать 10 раз Так прыгну Король сверхдальных прыжков Руморен В очередной раз Соответствует Своему классу И какие очки Рекордсмен мира Руморен Вышел в лидеры Ну а сейчас Три Его соотечественника Будут пытаться Испортить ему настроение Первый из них Пошел Якобсен вылетает По-моему Даже выше верхушек Деревьев И как далеко Он летит Приземляется Примерно туда же Куда и Руморен По дальности Только в левый Сектор горы Приземления 215,5 метра Он уступает Руморену А в прошлой попытке Между ними был разрыв Также в полметра Вот они как связанные Невидимой ниткой Все в руках судей Сейчас Я бы поставил Все-таки Руморену побольше В первый раз Видим очень многих Из этих девчонок Хоть бы кто-нибудь Записал Или поснимал На фотокамеру Будем знать Как избранницы Тех или иных Звездных прыгунов Выглядит По жизни Потому что они В принципе Не любят Не любят Открывать эту тайну Как многие Публичные персоны Это делают А то иначе Потеряют половину Женской аудитории Но шилы в мешке Не утроишь Что тут сказать Бардаль Разрывы по-прежнему Небольшие Человек Человек с родины прыжков Дальность прыжка Такая же Как и у Руморена 209 с половиной И еще один Вылет туда Повыше И ложится Он на встречный Ветер И он Не долетает Где-то Примерно Метра До Уровня Руморена Такое впечатление Будто Все эти Три норвежцы Выведены В одном Прыжковом Инкубаторе Прыгают Одинаково По стилю И практически Одинаково По дальности Но Тут Счастье Тренера Мика Коренковский Умереть Сорганизовать Так Селекционную Работу И Психологический Тренинг В решающий Момент Все они Оказываются Действительно Людьми Одного Уровня При том Что шли По этому Сезону Совершенно По-разному Но Вот он Гранд Финал Третья Позиция Бардаля Он пропускает Руморена Он пропускает Якобсена Вот обидно Ей-богу Пять десятых Бала Якобсен Проиграл Руморену Но Руморена Есть шанс Подняться На пьедестал Почета Если Потесниться Хильда В самом деле Ну Надо же Старшего Товарища Пропустить Что жадничать Так Но Хильда Все-таки Есть в запасе Два метра Дистанции Скорость Чуть ниже Но Это Объяснимо Физическими данными Тянет Тянет Наверняка Девят 15 метров в первой попытке И намного дальше, нужно сказать 232,5 метра Ну и, конечно, ту пропасть В 15 очков Аханану, несмотря на такой Великолепнейший прыжок Отыграть будет сложно Но пока он уверенный лидер И часто видим в последнее время Мы его улыбку Вы помните, он одержал победу На одном из этапов недавних кубковых Ну и здесь Нужно признать, да, они два призера Они два легендарных прыгуна Один из них состоялся как рекордсмен мира Второй упал в тот роковой день Потому что хотел отчаянно Хотел отобрать тот рекорд Это люди, которые сражаются на тех отметках Кое недостижимы Для простых смертных И таких людей вообще во всей истории лыжного спорта По пальцам одной руки пересчитать Шлиренсауэр Еще один человек, у которого все только начинается Еще один человек, у которого пока еще нет чувства давления На плечах Второй полновесный сезон у Грегора Шлиренсауэра И пока он просто порхает Тоже высокий выход И тоже отличная скорость Для такого легкого прыгуна И он приземляется куда-то в районе той отметки Которую выставил ему Ахванан Этого вполне достаточно Для чемпионского сегодняшнего титула И снимает Свою бейсболку Тренер австрийской сборной Александр Пойнтнер сегодня снова победитель Он в этом году выиграл все За исключением, может быть, турне четырех трамплинов Не может быть, а точно Он выиграл чемпионат вместе с Моргенштерном Кубок мира вместе с Моргенштерном Он выиграл чемпионат вместе со Шлиренсауэром и четверкой прыгунов Вместе со Шлири он выиграл северное турне И вот сейчас выигрывает первый день Классических соревнований в Планице Вместе все с тем же Грегором Шлиренсауэром Дружеский дуэт Шлири и Моргенштерн Самый побеждающий в мире на сегодняшний день Слишком силен Шлиренсауэр Слишком отдельно от всех он смотрится И только ему Я думаю Подвластен рекорд мира в эти дни Сегодня чуть-чуть не дотянул Будет еще завтра и будет послезавтра прыжок И очень-очень сильный удар на приземлении Он слегка морщится от боли Яна Ахуэнен становится серебряным призером И посмотрите Колено, колено подводит Грегора Шлиренсауэра Ой, как не хотелось бы нам Чтобы это была травма динамического удара Травма, которая повлечет Повлечет за собой, может быть, сход Или, по крайней мере, неполновесные прыжки В последующие дни Надеемся, что это просто спазм Но запоздалый, который уже не может ему помешать Стать сегодняшним чемпионом Подавляющее преимущество в 20 очков Перед ближайшим преследователем Ну, а рекордсмен мира Руморен становится третьим В сегодняшней захватывающей борьбе Это был классный день И не зря мы ждали его С тех самых непогожих ноябрьских вечеров Когда говорили Вот, планица в этом году будет достаточно рано Значит, результаты должны быть хорошие Значит, должно быть солнце Значит, должен быть снег Как заклинание какое-то повторяли И вымолили мы Вот это супер зрелище Продолжайте смотреть вместе с нами Этот удивительный этап Который будет продолжаться завтра Командными соревнованиями А в воскресенье завершится Еще одним индивидуальным стартом И погоней за рекордами На этом мы заканчиваем нашу прямую трансляцию Предпоследнего индивидуального старта В Кубке мира по прыжкам на лыжах Не пропустите оставшиеся этапы Ибо будет что вспоминать целое лето С вами общались режиссер Марина Чекалова И комментатор Сергей Курдюков Ну и, собственно, мы оба остаемся далее Потому что в программе у нас велогонка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!